Сегодняшнее видео посвящено приложению InShot. Посмотрим, как работать с видеофайлами. Итак, заходим в приложение InShot и выбираем вкладочку «Видео», поскольку мы работаем с видео. Выбираем новый проект, попадаем в нашу галерею и загрузим несколько файлов. Наши файлы подгрузились. Если мы хотим поменять порядок загруженных файлов, мы нажимаем на файл и удерживаем. Появляется у нас такая картинка, где видны все файлы и их длительность на нашей панельке инструментов. И мы можем поменять местами. Например, берем и передвигаем таким простым способом. И возвращаемся обратно. У нас есть панель инструментов для работы с нашими файлами. Первая панель – это «Холст». Здесь представлены самые популярные размеры для разных соцсетей. Вот есть для Инстаграма, для ТикТока, для Ютуба. Можно оставить оригинал. Но, например, если мы делаем видео для Ютуб, у нас видео горизонтальный формат имеет, мы можем выбрать формат Ютуб. И если мы нажмем одну галочку, то действие применится к выбранному файлу. А если мы нажмем на две галочки, у нас выскочит подсказка «Применить ко всему». То есть все файлы будут подогнаны под этот размер. Так и сделаем. Далее. Самая распространенная функция – это подрезка-обрезка видео. Для обрезки и подрезки видео используем два инструмента. Инструмент обрезка – вот такие ножнички. И инструмент раскол. Сейчас по порядку все рассмотрим. Например, выделим вот этот наш файл. И нажмем инструмент «Обрезка». Мы попадаем в новую панельку инструментов. И здесь мы можем его укорачивать либо сначала, либо с конца, либо с обеих сторон. Проводя пальцем по этому рычажку, можно довольно точно обрезать видео до той длины, которая нам интересна. Например, здесь они выплывают из ущелья. И нажимаем галочку. Мы наше видео сильно укоротили. Выбрали только тот фрагмент, который нам интересен. И есть еще инструмент «Раскол». Давайте на другом ролике попробуем. Встанем на начало нашего ролика. Будем вести. Я хочу расколоть вот в этом месте, где переход. И вставить сюда другой кусочек. Нажимаем «Раскол». Потом смотрим на этот кусочек. Не захватились ли тут кадры. Можем его слегка подрезать, чтобы предыдущие кадры не захватились. Нажимаю и удерживаю. И вот этот кусочек хочу вставить между этими двумя эпизодами, которые мы разрезали. Можем просмотреть, что у нас получилось. Вот они плывут. А потом сразу идет ущелье. Кстати, тут у меня некоторые кусочки видео со звуком, другие без звука. Чтобы убрать звук, мы заходим в этот фрагмент видео. Выбираем объем. И можем полностью убрать у него звук. И можно также применить ко всем. Если мы, например, собираемся накладывать музыку. А звуки из видео нам не нужны. Теперь давайте рассмотрим следующий инструмент «Музыка». Мы можем к нашему видео добавить музыку. Выбираем «Музыка». И здесь необходимо проследить, чтобы наше видео начиналось с самого начала. Потому что если у нас курсор будет в другом месте, то музыка добавится именно с этого места, где стоит курсор. У нас есть три варианта. Либо добавить песни. Здесь есть варианты, те, которые предлагает сам InShot. Здесь их довольно много. Можно перейти в «Мою музыку». Здесь подгрузятся файлы, которые уже есть на вашем телефоне, которые вы заранее скачали. Есть даже функция «Излечь аудио из видео». Если вы скачали какой-то видеоролик и хотите использовать только музыку. «Звуковые эффекты». Но также в «Звуковые эффекты» мы можем попасть из этой вкладочки. Вот «Звуковые эффекты». Можете зайти в них, прослушать. Если вам этот «Звуковой эффект» подходит, просто нажимайте кнопочку «Использовать». Но мы все-таки вернемся в музыку. Выбираем любого исполнителя. Прослушиваем. Если музыка нам понравилась, мы нажимаем сначала стрелочку, а потом кнопочку «Использовать». Вообще-то музыку лучше всего добавлять в конце, когда вы уже полностью отредактировали и обрезали видео. Потому что у нас получается, что видео длиннее, чем музыка. Можно, конечно, добавить еще один файл. Сам музыкальный файл можно тоже редактировать. Здесь есть возможность изменять громкость. Это кнопочка «Объем». И также есть функции усиления и затухания. Это чтобы музыка начиналась и заканчивалась не резко, а с затуханием. Вот, например, «Затухание». После редактирования нажимаем галочку, и наша музыка добавлена к нашему файлу. Следующая вкладочка «Стикеры». Вот здесь есть где разгуляться. Когда мы нажимаем на стикеры, попадаем во вкладку такие стандартные стикеры, которые есть в Виншоте. Их тут немного. Следующая вкладка «Обычные смайлики». И дальше идут платные стикеры. Но если мы выберем вкладочку «Гиф», как вы видите. Здесь есть много гифок, которые тоже рассортированы по рубрикам. Можно добавлять, если есть необходимость. И здесь есть еще одна вкладка «Стикеры». Это уже не те стикеры, которые мы только что смотрели. Вот здесь очень-очень много стикеров. И они тоже рассортированы по рубрикам. Стикеры добавляются просто простым нажатием на него. Появился стикер на нашем видео. Если нам этот стикер нужно растянуть на несколько кадров, мы это делаем простым растягиванием. Также стикер можно растягивать, поворачивать. Вот есть кнопочка «Зеркально отразить». Если нажмем на «Редактирование», интересная очень функция. Можно добавить еще дополнительную анимацию к этому стикеру. Вот он появляется из прозрачности, либо уходит в прозрачность. Вот такие эффекты, с которыми можно поиграться. Вы просто нажимаете на эти кнопочки и смотрите, что происходит. Я сейчас удалю этот стикер. У нас стикер уже анимированный. И попробуем добавить стикер статичный. Обычный какой-то смайлик. Мы можем этот стикер, статичный стикер, анимировать. Вот он у нас есть. Нажимаем «Редактировать». И мы попадаем в эту вкладку. И здесь тоже нажимаем на эти кнопочки. Смотрим, что происходит. И можем выбрать какой-нибудь эффект для этого стикера. И он тогда становится анимированным. Пока что удалим. И есть еще интересная функция в стикерах. Вот такой квадратик, обозначающий фото. Если мы на него нажмем, попадем... Тут у меня есть уже сохраненные стикеры. А если нажмем на плюсик, попадем в свою галерею. И если в вашей галерее уже есть картинки с прозрачным фоном... Вот я возьму любую. Она, конечно, по смыслу не подходит. Это картинка, вырезанная с прозрачным фоном. Загруженная в мой телефон. Можно добавлять свои собственные стикеры. И также можем зайти в «Редактирование». И можем эту картинку сделать какой-нибудь движущейся. Вот такой интересный лайфхак. Следующая вкладка на панели инструментов – «Текст». Мы можем также к нашему видео добавлять любой текст. Для примера напишем что-нибудь. Для текста у нас есть следующие инструменты. Есть цвет. Здесь мы можем выбирать цвет нашего текста. Либо использовать уже готовые шаблончики. Следующая вкладка – это начертание текста. Но, к сожалению, эти начертания не всегда применимы к кириллическим шрифтам. Они в основном сделаны для латинских шрифтов. Расположение текста. Это вот таким образом, как в Word. Центровка текста. Также его размер. Расстояние между буквами. И расстояние между строками. Можем регулировать. Следующая вкладка – «Анимация». Уже знаем эту вкладку. Здесь тоже нашему тексту мы можем придавать какое-то движение. Так мы работаем с текстом. Нажимаем галочку. Текст появляется на нашем видео. Здесь, так же, как и со стикером, можем растягивать его длительность на то количество кадров, которое нам необходимо. Также тут «Уменьшать», «Увеличивать». Следующая вкладка – «Фильтры». К нашему видео мы можем применять фильтры, которые нам предлагает сама программа InShot. Просто нажимаем и смотрим, какой фильтр нам понравится. Тут фильтры идут бесплатные вначале, потом идут платные. Если мы долистаем до конца и нажмем на колесико, здесь есть еще некоторые фильтры, которые просто не выведены на панели инструментов. Мы можем нажать на глазик, и они появятся тогда на панели инструментов. Вот этот фильтр «Голд». Вот. Можем его добавить на свое видео. И так же, хотим мы применить либо к этому участку видео, мы нажимаем одну галочку, либо на двойную галочку, и применить ко всему нашему видеоролику. Во вкладке «Фильтр» у нас еще есть возможность «Добавлять эффекты». Здесь есть несколько бесплатных эффектов. Вот смотрите, такой глич эффект, еще такой эффект, и много платных эффектов. Сейчас мы уберем его, сделаем в оригинал. И есть возможность у нас в фильтрах. Регулировка ручная. Вот здесь есть панель инструментов. Например, яркость. Делаем наше видео ярче, либо наоборот темнее. «Контраст». Здесь можно поиграться с настройками и сделать наше видео лучше. Дальше. Есть еще интересная такая функция, как «Задний фон». У нас наше видео мы подогнали под размер YouTube, как вы помните, в самом начале. Поэтому у нас тут «Задний фон». Вот таким образом, если мы будем менять цвет, получится рамка вокруг видео. Либо размытый фон. Есть еще возможность добавлять градиенты. Получается такое видео в рамочке. И еще очень интересная и важная функция – это скорость. Итак, раздел «Скорость». Мы можем видео либо ускорять, либо замедлять. Например, сделаем «Скорость 2». И этот участок видео у нас будет проигрываться с двойной скоростью. Следующая вкладка на нашей панели «Вырежьте». Но она фактически дублирует вкладку «Холст». Здесь все те же самые форматы для видео. У нас все уже отрегулировано, поэтому мы не будем здесь ничего менять. Вкладка «Объем» относится к звуку. У нас вот был кусочек видео со звуком. Если мы объем увеличим, то звук вернется. Но мы его убрали и сейчас тоже уберем. Дублировать. Тут проще простого. Просто наш выбранный фрагмент видео продублируется и фактически скопируется. «Вращение» – интересная функция. Если нужно повращать наше видео, то можно воспользоваться. Вкладка «Флип» довольно интересна. Она делает зеркальное отражение нашего видео или картинки. Вот таким образом. Иногда можно воспользоваться. И вкладка «Заморозить» – очень интересная, но сейчас мы ее рассмотрим поподробнее. Чтобы показать эффект заморозки, я загрузила другое видео. Тут лыжник спускается с горы. Сделаем такой эффект. Например, вот лыжник до этого места. Здесь мы сделаем раскол. Потом снова ведем вот тут, где закончился. Он уже спустился. Делаем еще один раскол. И заморозка. Возьмем вот этот средненький участок. Замедлим ему скорость. Сделаем, например, 0,4. Будет медленное такое видео. И, например, где-то в серединке вот здесь видео замедляется. И давайте попробуем сделать в серединке где-то вот, где больше всего снега. Сделаем заморозку. Что делает наша программа? Она вырезает один кадр и делает из него фотографию. Вот эта фотография длится 3 секунды. И посмотрим, что получилось. Замедление, замедление. Потом раз, и все остановилось. И дальше опять все пошло. Вот такой интересный эффект можете взять себе на вооружение. В общем-то, мы бегло рассмотрели все инструменты этой программы. Надеюсь, вам все понятно. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рада видеть вас на своем канале. Продолжение следует... Продолжение следует...